Как дома обстановка? Все, не пьешь больше ничего? Ведешь здоровый образ жизни? Внежданные гости гражданам, замеченным в употреблении спиртных напитков, правоохранители наведываются довольно часто. В ситуации Владимира Ивановича все под контролем. Вот уже полгода мужчина не пьет. А думаться его в буквальном смысле заставили дети. В семье Владимира Ивановича их восемь. Каждый нуждается во внимании, заботе, ласке. Сколько вы уже не пьете? Ну, я, уже где-то с полгода. А вот внутренне, как ощущаете себя? Нормально. А как в семье отношения стали налаживаться? Может, как-то с детьми стали больше времени проводить? Как проводите вообще время с детьми сейчас? Нормально. А что делаете? Неждаюся, вроки занимаются. Люди есть. У нас на участке, которые злоупотребляют спиртные напитки, ну, стараемся, как бы, сразу с такими людьми проводить профилактические мероприятия. Ну, если, уже, как говорится, не помогают профилактические мероприятия, направляем их в ЛТП. Вот. Посещаются на дому данные граждане, беседуются с ними, проводятся беседы, беседуются с родственниками. Мониторинг граждан, находящихся на специальном учете, участковые проводят практически ежедневно. Важно знать, насколько критична ситуация и как в ней можно помочь не только зависимому от алкоголя, но и его семье. Если человек злоупотребляет спиртным в семье, происходят скандалы. Неоднократно выезжаем на эти скандалы. Присутствует такое. Ну, с семейными скандалистами сразу же мы их изолируем. Составляется административный протокол. Люди направляются в суд вместе с административным протоколом, с материалом. Рассматриваются. Кому-то сутки, кому-то штраф даются. Кто-то опять же понимает и прекращает. Кто не понимает, то вот так же рассматриваем вопрос об изоляции. Профилактическую работу с гражданами, находящимися в социально опасном положении, а в эту категорию входят прежде всего лица, злоупотребляющие спиртными напитками, правоохранители проводят на регулярной основе. И можно говорить о том, что она дает свой эффект. Среди тех, кто стоит на учете, есть так называемые «исправившиеся». Однако проценты, к сожалению, не так велик. В этом случае всегда выбор за человеком. Оставаться в рутине пагубных привычек, либо начать новую жизнь.